Для перегрузки операторов инкремента и декремента используется специальный синтаксис. Дело в том, что данные операторы присутствуют в двух формах, в префиксной и в постфиксной. Давайте посмотрим на примере. Пусть мы определяем некоторый числовой класс, в данном случае BigNum, для которого естественно определить оператор инкремента. Так как оператор инкремента является унарным оператором, то мы можем определить этот унарный оператор при помощи метода соответствующим именем, оператор плюс-плюс, от нуля аргументов. Так как унарный оператор мы определяем методами от нуля аргументов, то мы таким образом можем перегрузить оператор плюс-плюс, и это будет соответствовать перегрузке префиксного оператора плюс-плюс, то есть тому оператору, который вызывается, если мы напишем плюс-плюс-а. Заметим, что для таких префиксных операторов разумно возвращать ссылку на текущий объект. То есть так же, как мы это делали в операторе присваивания. Если теперь мы захотим перегрузить постфиксный оператор плюс-плюс, то нам потребуется как-то синтаксически их различать. Для того, чтобы их синтаксически различать, при определении постфиксного оператора плюс-плюс добавляется специальный параметр заглушка, по-английски там говорят dummy параметр. Значение данного параметра типа int, оно не используется, то есть даже я при определении этого оператора не указал имя этого формального параметра, ну просто потому, что его нельзя никак использовать. Нам важно только то, что у данного оператора плюс-плюс есть параметр типа int, в отличие от соответствующей префиксной версии. Таким образом, для того, чтобы определить постфиксную версию, мы определяем оператор с дополнительным параметром. Этот параметр нужен только, чтобы синтаксически их различить, и мы можем получить постфиксную версию оператора, которая соответствует вызову a-плюс-плюс. Для того, чтобы постфиксный оператор вел себя таким же образом, как он ведет себя для встроенных числовых типов, давайте я напомню, как это работает. Если a равняется 10, а дальше я напишу b равняется a-плюс-плюс, то в данном случае после окончания этой строчки b будет равен 10, а a будет равен 11. То есть в b вернется значение a до инкремента. Для того, чтобы наш оператор постфиксного инкремента вел себя точно так же, используется следующая реализация. Мы сохраняем значение, которое имел текущий объект до инкремента. Для этого мы создаем переменную временную, я называю это tmp, то есть временная переменная, в которую мы передаем в конструктор копирования ссылку на текущий объект. Собственно, звездочка zys, zys это указатель на текущий объект, звездочка zys, соответственно, ссылка на текущий объект. Таким образом, в tmp у нас будет после этой строчки находиться копия текущего объекта. После этого мы у текущего объекта вызываем префиксный оператор инкремента, который увеличивает значение числа на единицу, а возвращаемое значение мы передаем сохраненную копию. То есть, вот в этой строчке у нас a станет равным 11, а вернем мы 10. Таким образом, мы получим поведение, которое соответствует поведению постфиксного оператора инкремента для встроенных числовых типов. Важно отметить, что в отличие от префиксного оператора, в котором значение возвращается по ссылке, в постфиксном операторе значение возвращается по значению, потому что мы здесь возвращаем временное значение, созданное только для того, чтобы поддержать синтаксис, который существует для встроенных типов. Сравнивая реализацию этих двух операторов, можно заметить, что оператор постфиксного инкремента в общем случае не легче, чем оператор префиксного, а в некоторых случаях и сложнее. Дело в том, что в естественной реализации постфиксного оператора нам всегда нужно вызывать префиксный. И кроме этого, еще и создавать копию. То есть вот эти две строчки, они как бы добавлены. Мы здесь создаем копию, здесь ее возвращаем, при этом происходит еще одно копирование. То есть вызов постфиксного оператора плюс-плюс, он обычно более трудоемок. И может быть казаться, что значительно более трудоемок, потому что если этот объект, длинное число, это некоторый большой объект, то нам здесь потребуется создать копию этого большого объекта, а потом еще вернуть ее, при этом потенциально произойдет копирование. Вот. Поэтому важно в тех местах, где вам не нужен постфиксный оператор плюс-плюс, писать префиксный. Таким образом вы избежите ненужных накладных расходов.